У покори все творения зними я 4.11 я хочу прочитать написано в библии и он поставил одних апостолами других пророками и иных евангелистами иных пастырями учителями зачем зачем все это зачем мы сюда пришли я пришел ты пришел все здесь ими тут написано цель знаете мы должны когда мы что-то делаем в жизни мы все имеет определенную цель и тут написано к совершенствованию святых аллилуйя кто-нибудь скажет аллилуйя или где к себе бог хочет чтобы ты был совершенный поэтому ты сюда пришел на канатную шесть аллилуйя аминь ты должен понять зачем ты ну тебе часто могут задать а зачем ты в церковь ходишь может быть там ну не ходить но библия говорит что мы их мы приходим сюда есть определенные бог дары поставил апостол пророки евангелистов короче на этой сцене бывают все таки да скажем и мы пришли чтобы совершенствование святых кто святые ты святой ты отделенный дальше написано на дело служения то есть бог хочет дать каждому служение определенную часть в теле божьем духовное служение на дело служения иногда не духовное может быть какое-то другое но все оно благословено аминь для созидания тела христова да коли все мы придем в единство веры аминь в единство веры в чем наша вера мы верим в слово божье мы верим в библию аминь мне нравится веровать в библию я до того как прийти в церковь я помню я верил вот знаете помните столбы такие электрические стоят вот знаете и вот так если он стоит если ты в столб войдешь все ты под проклятие попадешь а если черная кошка перейдет или мужик с ведрами это вообще ужас я раньше в странные вещи верил мы порой знаете я даже в христианстве вижу иногда вот такое суеверие там ну проходит еще знаете старые какие-то моменты вечером деньги нельзя отдавать через порог не прощайся вы слышали такое? вот эти странные верования они срабатывают если в них люди конечно верят но я не хочу в это верить я хочу чтобы церковь божия и Бог хочет чтобы вся церковь божия веровали в одно были едины в чем-то веровали в Евангелие Иисуса Христа веровали что Бог любит всех веровали что мы все спасены веровали одинаково аминь придем все в единство веры знание и познание Сына Божьего то есть откровение не знание что есть Иисус некоторые говорят ну есть Иисус мы же все верующие я вот крестик ношу знание и познание две разные вещи я знаю что есть напиток но познание намного лучше познание Сына Божьего когда ты получишь откровение сегодня у меня готова для вас проповедь но прежде чем проповедовать я читал Слово Божие и я получил откровение имея откровение я вышел сюда и я вам не просто буду говорить текст который можно в принципе в любой может прочитать но я получил откровение о Сыне Божьем о Слове Божьем и я хочу передать поделиться с вами определенным откровением так работает познание Сына Божьего в мужа совершенного в меру полного возраста Христова что происходит с нами почему мы ходим в церковь мы духовно растем цель быть похожим на Христа вы со мной сегодня цель Христос он совершенный и у нас цель быть похожим на Него я хочу быть похожим на Него он жил на этой земле и я смотрю в Евангелии он никогда не ошибался у него не было проблем он настолько шикарно как говорят в Одессе прожил свою жизнь без вот этих да были сложности какие-то атаки были но он прошел красиво почему он был совершенный он жил словом он поступал по слову он знал Бога он был ведом Духом Святым и это нужно нам и это нужно нам который порой ошибается который расстроенный который где-то сбивает нас жизнь и наша цель быть как Христос совершенный дабы мы не были более младенцами колеблющимся и увлекающимся всяким ветром учения как я узнаю духовность человека когда человек знаете как его распознает где зло а где добро знаете когда ребенок младенец ему вот он знаете родился ему что в руки не дашь он будет в рот тянуть знаете бывает знаете как я узнаю духовность человека кто-нибудь что-то в ютубе посмотрит и говорит о точно смотри это такое вот что-то я нашел я такого вот ты слышал чего что это ну это просто я не осуждаю но просто человек он из-за своего младенчества не распознает какие-то вещи которые имеют зло в себе и для этого нужен духовный рост чтобы ты видел где зло а где добро чтобы Библия говорит чтобы не были увлекаемы ветром учения я вижу что иногда кто-то ну скажем так есть служителя которые которые в Украине в той же которые которые хорошо пошли а потом ну скажем начались у них проблемы проблемы с грехами и так далее но люди ему уже говорят проблемы а они ну до сих пор идут и что-то делают и какие-то знаешь движения ненормальные начинаются и я думаю почему это почему почему не чувствуют почему люди не чувствуют зло и ответ приходит младенцы и Бог не хочет чтобы ты был младенцем Бог хочет чтобы ты рос мы Библию когда читаем происходит духовный рост чтобы ты был ну таким у тебя есть цель быть похожим на Господа Иисуса Христа представляешь какой Господь Он говорит будьте похожи на меня поступайте совершенно мы знаете настолько привыкли порой к тому что обязательно нужно упасть обязательно нужно проблемы если у тебя нет проблем ты типа не человек давайте будем все таки быть похожим на Иисуса Христа который был совершенным у которого не было падений никаких который хорошо прошел свою жизнь мы часто знаете фокусируемся о Давид упал согрешил один раз согрешил второй раз ну может не надо может быть просто как Христос не грешить как Иисус сказал одной женщине иди и больше не греши а вот можно какой-то ключ можно иди и не греши вот ключ потому что Бог дал тебе твою жизнь и ты принимаешь ну определенное решение все из решений твоих состоит ты что-то сегодня получаешь халлалюя я сейчас начну это это я просто вышел к тому что вообще зачем мы здесь как в песне зачем мы здесь сегодня собрались да да я ну хочу вам объяснить зачем но истинной любовью все 15 стих возвращали в того который есть глава Христос и когда вот такие переводы чудные я вам новый русский перевод но говорю с любовью истину мы будем возрастать во всем отражая характер Христа который является главой всего смотрите какой замечательный новый русский перевод мы будем возрастать и отображать Божий характер знаете что за нами наблюдают со мной за нами наблюдают когда мы в миру мы когда люди знают что ты верующий они просто смотрят на тебя может быть они делают вид что они за тобой не наблюдают но я где бы ни бывал куда бы я скажем где бы я ни работал люди говорят верующий и сразу начинают наблюдать и если я что-то делаю они говорят а разве так можно у вас было такое а верующие так поступают вы знаете а мы Библия говорит настолько должны преображаться в характер Христа чтобы мы ну чтобы люди с нас брали пример и говорили сразу видно верующий не отвечают злом за зло я знаю одного христианского певца он был боксером и он только уверовал знаете шел по улице у них такой шебутной город и там раз толпа подошла и они там ударили по лесу и он такой ну Библия написана подставь другую щеку знаете ему уже второй раз знаете ну все ребят не хватило характера а что делать делай как Христос Библия говорит хотели Христа сбросить со скалы и что он сделал прошел короче по русски новый современный одесский перевод убежал аминь просто по сути он убежал он просто ну как бы и все хорошо вы поняли зачем вы приходите в церковь все я начинаю проповедовать итак сегодня я хочу об одной личности так знаете мы мы опять увидим Марию недавно я проповедовал о Марии которая родила Христа сегодня я просто буду проповедовать о Марии есть еще одна Мария интересный сюжет в Евангелии и мы посмотрим на нее Луки 7.36 некто из фарисеев просил его Иисуса вкусить с ним пищи он войдя в дом фарисея возлег и вот женщина которая того города которая была грешница узнав что он возлежит в доме фарисея принесла в островый сосуд с миром и став позади у ног его и плача начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей и целовала ноги его и мазала миром смотрите написано про нее это просто женщина без имени со мной сегодня мы читаем дальше Луки 10 глава 37 стих 38 в продолжение пути их пришел он в одно селение здесь женщина имени Марфа принесла его приняла его в дом свой у нее была сестра имени Мария которая села у ног Иисуса и слушала слово его Марфа же заботился о большом угощении и подойдя сказала Господи или тебе нужды нет что сестра моя одну меня оставила служить скажи чтобы она помогла мне Иисус сказал ей в ответ Марфа Марфа ты заботишься и суетишься о многом но одно только нужно Мария же избрала благую часть которая не отнимется у нее запомни все духовные вещи почему я всегда в своей жизни ставлю духовные вещи в приоритет они у тебя не отнимется награда не отнимется Аллилуйя Аминь Я хочу всем сказать служителям сегодня знаешь мы иногда делаем делаем совершенно бесплатно эта церковь она делает очень много добрых дел просто служим едем в какие-то города служим в каких-то поселках раздаем продукты ну мы не получаем зарплаты по сути но это духовная истина служение самарянина которого заценил Иисус говорит смотри вот этот человек исполнил заповедь Божий и мы получим награду на небесах это есть духовные вещи Библия говорит что мы получим награду ибо мы пойдем как до Господу Библия говорит все дела наши пойдут за нами поэтому мы избраны чтобы исполнять какие-то добрые дела Аминь даже если нам не платят за это у нас многие вещи не платят Аллилуйя просто ну как я знаете как я я верю я говорю это для Господа Аминь это для Господа я не для людей делал я для Господа это делал и все я свободен я никого ни от кого не жду ни на кого не обижаюсь не напрягаюсь я для Господа служу это для Господа Аллилуйя скажи со мной это для Господа и Бог это ценит и написано что Мария она избрала благую часть более благую чем там какие-то моменты другие и так Евангелие это она 11 главу читаем был болен некто Лазарь из Вифании из селения где жили Мария и Марфа сестра Мария же который брат Лазарь был болен слушайте меня внимательно вот здесь фокус всей моей проповеди Мария же была та которая помазала Господа миром отерла ноги его волосами своими я недавно это читал написано просто пришла женщина даже не показано что это Мария но здесь уже говорится что это Мария со мной сегодня я этого 25 лет верующий не видел этого я увидел думаю боже это прям про ту Марию Мария та которая вот она была грешницей про нее написано грешницей поэтому написано женщина пришла но когда она уже вошла в круг в общение со Христом уже назвали ее ее зовут Мария Господь ее простил но что интересная вещь давайте вот просто я сегодня хочу чтобы вы просмотрели вот этот определенный путь Марии вот она грешница вот она плачет исповедуется в своих грехах вылила мира кается и Господь говорит я прощаю все прощение к ней пришло второй сюжет это же Мария сидят в доме Марфа там бегает по столам по кухне и Мария сидит и конспектирует проповеди Иисуса Христа и третий момент когда та же Мария и Марфа у них заболевает брат Лазарь и дальше читаем историю сестры послали сказать ему Господи вот кого ты любишь болен Иисус услышав то сказал это болезнь не к смерти но к славе Божьей да прославится через нее Сын Божий то есть пришли люди раньше не было мобильных телефонов просто посылали людей сказали Лазарь которого ты любишь болен Христос иди исцели и Иисус по сути говорит это болезнь не к смерти а к славе Божьей и мы дальше ну как бы и по сути я думаю что тот человек пришел и Марф и Марии говорит короче вот Лазарь заболел это болезнь не к смерти так Христос передал это к славе Божьей дальше Иисус 5 стих Иисус же любил Марфу и сестрю Лазаря когда же услышал что он болел то пробыл два дня на том месте где находился после этого сказал ученикам пойдем опять в Иудее ученики сказали Мураве давно ли Иудеи искали побить тебя камнями а ты опять идешь туда Иисус отвечал не 12 часов во дне кто ходит днем не спотыкается потому что видит свет мира сего а кто ходит ночью спотыкается потому что нет света с ним сказав это говорит им потом Лазарь друг наш уснул но я иду разбудить его ученики его сказали Господи если уснул то выздорове Иисус говорит о смерти а они думали что он говорит о сне обыкновенном тогда Иисус сказал им прямо Лазарь умер я радуюсь за вас интересно да все плачут все в шоке кто-то умер Иисус знаете Иисус зная будущее радуется а мы порой не радуемся знаете в нашей жизни иногда бывает так сложности сложности знаете я наблюдаю недавно думала книги Иова думаю какая толстая книга Иова он там описывает свое сердце свою жизнь свои все какие-то переживания друзья пришли и он вообще свою философию жизнью рассказывает очень большая книга в книге в Библии книга Иова и я понял что если бы не проблема Иова которая случилась в его жизни если бы не беда Иов бы не написал бы ничего но почему Бог захотел чтобы Иов сегодня в наши можно сказать года привнес эту книгу Бог допустил зло в жизнь Иова и по сути Бог он как бы радуется Бог говорит классно может быть Иов не радовался конечно он плакал для него это была беда но Бог видя что дальше будет что Иов послушайте почему Иов потому что вы заметили что Бог даже перед сатаной похвастался Иов Богу настолько нравился Иов что он допустил эту проверку Иов по сути то что как он жил как он мыслил он и высвободил это в книгу и это мы сегодня можем все читать как мыслил этот великий человек вы со мной сегодня когда Иисус сказал прямо Лазарь умел и я радуюсь за вас что меня не было там дабы вы уверовали но пойдем к нему тогда Фома иначе называемый близнец сказал мученикам пойдем и мы умрем Фома как говорится был неверующий не всегда он да он первый раз он здесь неверие проявляет второй раз говорит пока я не дотронусь до Христа не вложу пальцы свои в раны не уверую то есть Бог иногда и таких не особо верующих призывает ничего страшного если у тебя нет веры ты думаешь я неверующий я какой-то не такой ничего страшного был Фома такой ты не первый аминь и придя же нашел что он уже четыре дня во гробе Вифания же была близ Иерусалима в стадиях в пятнадцати и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их печали обратив Марфа услышав же что идет Иисус пошла навстречу ему и вот здесь главное Мария же сидела дома я хочу чтобы вы обратили внимание вот она грешница даже по имени Библия ее не называет пришла плакала исповедовалась перед Христом все Господь ее простил вот она в доме уже все Мария сестра Марфы вот она сидит и конспектирует и когда попросили они Христа чтобы он пришел Иисус не пришел не исцелил они попросили можно сказать они помолились знаете это можно сравнивать с нашей жизнью когда мы можем помолиться реально есть какая-то нужда есть что-то и ты молишься и не сбывается у кого такое было я не знаю как ты у меня это было вы за мной сегодня ты молишься ты ну все сделал к Иисусу обратился все во имя Иисуса Христа и не сбывается и Писание говорит Марфа услышала что Христос идет но Мария обиделась и она осталась дома здесь мы видим ревность Марию она пришла пожертвовала все здесь она уже конспектирует а здесь она уже обижается и я вижу это в Церкви Божьей когда люди обижаются когда Христос что-то не сделал был момент в моей жизни когда у меня было такое давно это было тоже падение такое внутреннее я ходил всегда в церковь но мне было плохо и был момент когда я обиделся на Господа и я помню одну проповедь когда пастор вышел говорил когда мы обижаемся что происходит мы закрываемся знаете вот эти капуста знаете имеет много таких листьев знаете мы начнем закрываться вот здесь мы понимаем что нельзя обижаться но это же Иисус что на Него обижаться это же Бог но в сердце своем мы начинаем обижаться Мария осталась дома представляешь сам Иисус Христос идет а она сидит дома Марфа говорит ты идешь она говорит не пойду не пойду я вижу это в церкви Божьей когда люди что-то просили на что-то надеялись и они обижаются когда Марфа сказала Иисусу смотрите Марфа приходит к Иисусу и говорит и такой женский упрек аллилуйя если ты был здесь не умер бы брат мой знаете мы порой умнее Христа что ж тебя не было а самого Иисуса Христа обвиняли роптали кто из вас роптал когда-нибудь я роптал тогда Марфа сказала Иисусу Господи а это 22 стих но и теперь знаю что чего ты не попросишь у Бога додаст тебе Бог то есть она понимает что где-то уже наехала на самого Христа но такая уже съехала говорит ну теперь мы знаем что Бог Иисус говорит ей воскреснет брат Марфа сказала ему знаю что воскреснет воскресенье в последний день то есть всегда ну она начала уже философствовать немножко знаете да везде все воскресенье Иисус сказал ей я есть воскресенье и жизнь верующий в меня если умрет а живет и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек веришь ли сему она говорит ему так Господи я верю что ты Христос Сын Божий грядущий в мир она опять продолжает философствовать Иисус говорит Иисус в то время был там сам Иисус воплоти был там сказав это пошла она позвала тайну Марию сестру свою говоря учитель здесь и зовет тебя то есть Христос смотрите Христос все-таки хотел исцелить Марию он удивился я думаю что Христос удивился что Мария не пришла он даже не мог но Библия говорит он любил их он любил Лазаря Марфу Марию знаете а она не пришла он говорит я сейчас ничего не буду делать иди Марию позови все интересный рассказ да и написано что она как скоро услышала поспешно встала и пошла к Иисусу но все-таки знаете как внутри хотела не пришла потом пройдет Иисус еще не не входил в селение но был на том месте где встретила его Марфа иудеи которые были с ней в доме утешали ее видеть что Мария поспешно встала и вышла пошли за ней полагая что она пошла на гроб плакать там Мария же придя туда где был Иисус увидел его пала к ногам его и сказала Господи если бы ты был здесь не умер бы брат мой те же слова я думаю что они две и Марфа и Мария сидели там и говорили ну если бы был Христос здесь где же он те же слова только Мария как всегда по привычке всегда падает такая более сокрушенная Марфа больше как солдат такая пришла она по кухне там такая более боевая была ну а Мария такая все вот пришла и вот где же там был Христос Иисус когда увидел ее плачущую пришедшись с ней иудеев плачущим сам воскорбил духом и возмутился и сказал где вы положили его говорят ему Господи приди и посмотри Иисус прослезился тогда иудеи говорили смотри как он любит его а некоторые из них сказали не мог бы лисей отверстие очень слепому сделать чтобы и этот не умер Иисус же опять внутренне скорбя приходит ко гробу там была пещера и камень лежал на ней Иисус говорит отнимите камень сестра умершего Марфа говорит ему Господи уже смердит уже 4 дня он во гробе Иисус говорит ей порой знаете я вижу как мы порой не слышим Господа вот в этом в этой истории мы должны просмотреть такой момент Господь сразу посылал по сути и говорил это болезнь не к смерти это к славе Божьей потом Иисус уже встретился с ними со всеми и он говорит воскреснет брат твой и не слышит Марфа его как бы знаете вот Иисус говорит а люди не слышат это вот частая проблема нас как христиан мы слышим не слышим и здесь такая же история она говорит перестань уже все смердит уже все Иисус говорит ей не сказал я тебе Иисус говорит услышь меня что если будешь веровать увидишь славу Божию если будешь веровать скажи со мной такие слова если будешь веровать друзья мои если будешь веровать это главное вера вера и писание говорит что давайте дочитаем итак отняли камень от пещеры где лежал умерший Иисус же возвел отче к небу и сказал отче благодарю тебя что ты услышал меня я и знал что ты всегда услышишь меня но сказал все для народа здесь стоящего чтобы поверили что ты послал меня сказав это он возвал громким голосом лазарь выйди вон и вышел умерший обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами и лицо его было обвязано платком Иисус говорит им развяжите его пусть идет тогда многие из иудеев пришедших Марии и видевшись что сотворил Иисус уверовали в него то есть поймите цель этой истории того что Иисус подождал чтобы Лазарь умер тут вот в 45 стихе многие из фарисеев немало многие люди уверовали в Иисуса то вы поймите что иногда когда Господь не отвечает на наши молитвы и твой Лазарь умирает у всех есть свой Лазарь который мы иногда за что-то молимся и что-то если не сработает что-то не будет по-твоему это не означает что нужно обижаться на Иисуса Христа да Иисус иногда специально придерживает не приходит скажем как ты думаешь чтобы все произошло в жизни как часто я смотрю вообще на свою христианскую жизнь как часто по-моему Господь опаздывает вы со мной сегодня я реально всегда ну вот сколько знаю Господь но ты как будто всегда с опозданием но оглядываясь назад я вижу что он вообще не опаздывал вы со мной сегодня друзья мои я вижу что Иисус не опаздывает он совершенный он все вовремя делает это ты думаешь что он опаздывает мы так часто хотим сегодня как эти маленькие дети хочу сегодня нет сейчас хочу вот сейчас почему не сейчас и вот эти две женщины две сестры уже Марфа и Мария они почему Господь не был здесь с нами почему и они допустили осуждение одна из них вообще обиделась дома осталась но мы должны получить из этого урок что Иисус Он совершенный если ты помолился и не произошло ничего страшного это может произойти но не сегодня а завтра я повторюсь это может произойти сегодня не сегодня а завтра потому что Бог видит ответ завтра иногда нужно чтобы было завтра я сегодня хочу чтобы война закончилась я тоже хочу и все мы молимся мы стоим все в молитве но она закончится завтра хотя можно сегодня после обеда но придет завтра и она закончится мы не должны обижаться мы не должны притыкаться и я хочу сказать очень важную истину что мы здесь должны увидеть это чтобы мы веровали чтобы мы веровали в Него притча 3 6 написано во всех путях твоих познавай Его и Он направит стези твои не будь мудрецов в глазах твоих бойся Господа и удаляйся от зла вы поймите что вот мы живем в жизни я знаете я люблю Библию как-то вот знаете более практически применять на свою жизнь я хочу чтобы она не была такая целосовская книга я хочу чтобы она была более такой практичной потому что я на земле мне она здесь нужна мне на земле хорошо жить надо я не в облаках летаю я вот по Одессе вот так ножками хожу и ты тоже я хочу чтобы читая Библию она мне помогла как пособие по жизни поэтому я сейчас учу тему в библейской школе первый год я учу эту тему книгу притч знаете если ты хочешь чтобы Бог тебе ответил как я это делаю понимаете что в Библии есть много историй в Библии есть много разных таких притч там притчи Христа послания Павла знаете но если я бывает такой ситуации в жизни если я сильно хочу чтобы Бог мне ответил на какую-то из моих ситуаций знаете что я делаю я читаю книгу притч потому что там концентрат ситуации описывает Соломон прочитая скажем глав 10 я всегда увижу ответ для своей жизни если ты хочешь лично от Бога услышать иди сегодня домой прочитай прочитай книгу притч прочитай и ты увидишь просто Бог покажет тебе именно через книгу притч она более детально ты увидишь себя в этой книге я люблю еще читать послания к семи церквям книги откровений вот эти две главы или три где Бог для каждой церкви имеет свое послание и я заметил на протяжении своей христианской жизни я в какой церкви в какую церковь я хожу там послание к такой церкви к фессалоникийцам к тем к тем и я вдруг вижу где я нахожусь в каком состоянии мой моя христианская жизнь в этих книгах в какую я церковь хожу вот так Бог говорит и Библия говорит во всех путях познавай Его и Он направит стези твои у нас есть очень много нужд сейчас мы переживаем особо непростое можно сказать тяжелое время когда нужно принимать решения ну такие серьезные решения и иногда порой ты понимаешь что не можешь долго ждать тебе нужно принимать решения и что хочет Господь чтобы мы во всех путях познавали Его то есть узнали получили откровение понимание что делать у нас же Иисус не идол Он живой Он может сказать тебе Он может направить тебя ты можешь увидеть я недавно услышал такую фразу мне так понравилось она говорит одно из самых главных дел человека на земле это умение научиться слышать Господа вы знаете что я заметил что многие им говорят что тебе Бог говорит они такие ну смотрю просто ты не знаешь ну так прочитай сейчас миллион книг куча хороших проповедей на эту тему как слышать Господа это не всегда слышим слышимым образом то есть когда Бог прям говорит тебе нет я например вижу больше какие-то картинки просто просто картинки я понимаю что я вижу что делать внутри моего духа какая-то картинка буквально на 3 секунды появляется я вижу что делать вот так Бог говорит мне очень часто очень часто именно вот я такие мини-видения пам-пам-пам-пам я не слушаю голосу прям Олег иди направо нет просто ну как научитесь как с вами Бог разговаривает но классически это причтение Библии во всех путях познавая его когда мы будем спрашивать Господь что в этой ситуации сделать что делать в моей личной жизни раз что делать в моем служении два что делать в моей семье три что сделать с моими друзьями четыре хорошие ли у тебя друзья потому что это очень тоже важно они имеют на тебя влияние аминь худые сообщества разращают добрые нравы если у тебя друзья такие себе Соломон притча Соломона тебе ты сразу увидишь это местописание где так тебе Бог говорит это не будет еще раз говорю какой-то там знаете как знамение с неба ангел с мечом нет это все просто ты просто читаешь Библию и ты остановишься на каком-то знаете как читаешь-читаешь и раз все остановился это как семя определенное ты должен начать размышлять и понимать что этот Дух Святой тебя остановил показывает тебе на то в чем ты сегодня нуждаешься где ты сегодня находишься как тебе поступать это есть вера давайте вспомним формулу веры знаете у веры есть формула вера же есть осуществление ожидаемо и уверенность в невидимом аминь я еще раз хочу чтобы вы прям со мной вспомнили евреем написано вера скажи со мной вера же есть что такое вера это осуществление то есть это действие осуществление это действие если кто-то не понимает ожидаемого то что ты ожидаешь братья и сестры что ты ожидаешь война все плохо кризис мировой ну понятно согласен но хочу сказать тебе я не знаю как у тебя но я верю в псалом 22 господь пастырь мой и я ни в чем не буду нуждаться ну война на дворе да но господь мой пастырь он мой пастырь и я ни в чем не буду нуждаться там не написано если война то господь уже не может быть твоим пастырем это ну потерпи немного так знаешь никаких если он просто пастырь мой 24 на 7 и пастырь твой 24 на 7 если ты сделаешь его пастырем если ты как написано не будешь полагаться написано не будь мудрецом в глазах твоих знаете часто мы мудрецы в глазах своих да не надо когда мы не обращаемся к господу когда мы не ищем его когда мы поступаем как поступаем как мы думаем а вот я вот так думаю эти две женщины говорят вот христос должен был прийти лазарь смотрите умер мы его похоронили и вот часто мудрецы в глазах своих но писание написано не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа, удаляйся от зла, удаляйся от ропота. И Он направит стези твои, когда Иисус твой пастырь. И я смотрю в свою жизнь. Братья и сестры, мне нравится то, что у меня есть как бы вот своя жизнь с Господом. Меня же так же учили. Я сидел в зале, когда у меня было масса проблем. Совсем. Я не знаю. Моя христианская жизнь непростая. Я бы хотел быть как Иисус Христос. Знаете, как я сегодня в начале проповеди сказал, Христос не ошибался. А Давид Он падал. Там многие герои Библии падали. Моисей там тоже даже в конце жизни там тоже закосячил, не вошел в землю обитованную. Понимаете? Я в списке таких людей, которые так не особо. Но что я правильно в жизни сделал? Я не стал валяться. Библия говорит, праведник, он падает. Но что делает? Встает. Я просто из тех, кто встаю. Я просто упал, упал, упал. У нас, знаете, некое такое обетование. праведник падает. Представляешь, я вышел сегодня проповедовать и такой, говорю, у меня есть слог, вам братья и сестры. Да? Вы праведные? Аминь. Я говорю, упадете. Мы не хотим. Я не программирую ни в коем случае на это. Я наоборот говорю, давайте не будем падать. Но если все-таки сатана с большим опытом работы тебя обольстит. Где-то ты вляпаешься. Не надо валяться. Вставай. Аминь. Вставай. У меня, знаете, будильник такой Зеленский говорит. Вставай. Какого есть такой будильник? Меня сегодня утром Зеленский разбудил. Вставай. Как там? Какие слова там? Ты все сможешь. Сепер можешь. Ты сильный. Вставай. Ой, не получилось. Вставай. Ну, Господь не сделал, как я хотел. Я же так хотел. Я же так хотел. Вставай. Ничего страшного. Я еще раз повторюсь, что в своей жизни я тоже. И обижался на Господа. И падал. Знаете, что самое интересное? Что через вот эти проблемы я вышел победителем. И эта проблема стала моим свидетельством. Да, Давид упал, братья и сестры. Но как вы думаете, за эти тысячелетия, когда жил Давид и написал свою историю, он упал, но плюс Давида, что он встал. Аминь. Ну, как вы думаете, за эти тысячелетия сколько людей падали в грех блуда? И скольким людям эта история Давида помогла встать? Поэтому, когда что-то происходит в жизни, давайте понимать, что все в Божьих руках. Понимать, что Господь с нами, Он любит нас. не будем обижаться на Господа, не будем обижаться на ближнего своего. Я вижу, когда христиане, ну, обижаются и на Бога, и на ближнего, особенно на ближнего. Ну, в этой церкви нет таких людей. Это в соседней церкви. Аллилуйя. Бог собрал немощник век из его в одно место. Аминь. И будут, будут, будут моменты, которые, но несовершенны. Мы же стремимся к совершенству. Мы пришли сюда, чтобы иметь совершенство. Аминь. Я хочу быть совершенным. А как узнать совершенным? Вы знаете, что такое совершенство? Знаете, можно быть совершенным. Есть, у совершенства есть определенное, как бы, скажите умное слово, критерий, правильно, критерий. Совершенный человек говорит и делает сто процентов. То есть, то, что он говорит, срабатывает на сто процентов. То есть, если ты сказал что-то, пообещал кому-то что-то, будет вот так, и не сделал, это просто за то, что ты не совершен. Но Иисус говорит, стремитесь к совершенству. Поэтому прежде чем говорить, взвесь, подумай, 500 раз подумай, взвесь, все. И я заметил, что с каждым разом я хочу максимально не ошибаться в словах своих. и лишний раз не говорите я учусь я учусь я буду учиться сколько сколько смогу я буду учиться этому я хочу быть как и сказал и вот эти мне нравится ты заметил что тебе нравится те люди которые вот что-то сказали значит это будет значит это он если придет в 5 значит точно 5 будет без опоздать почему сказал в 5 я буду все во всех путях давайте будем познавать его у бога всегда есть выходы для любой ситуации мы пришли к богу всемогущим вы порой знаете говорим всемогущий всемогущий не задумываемся давайте будем задумываться послушай бог всемогущий он все может вообще все для него нет проблем у наши земные мы порой как бегаем что-то суетимся но бог он всемогущий и он нас пасты он хочет направлять нас нас наставлять на всякую истину чтобы во всех областях своей жизни еще раз повторюсь во всех областях нашей жизни мы имели победу чтоб наш лазарь воскрес я хочу сказать тебе сегодня такое у меня есть пророческое слово что твой лазарь твоя мечта то о чем ты молился он воскреснет да может быть сегодня не это не произошло завтра это произойдет лазарь воскреснет потому почему потому что если ты будешь веровать если ты будешь веровать если ты твои руки не опустятся завтра твоя мечта исполнится знаете что я хочу чтобы мои мечты у меня есть мечты я хочу мечтать я люблю мечтать это это знаете моя вера что я хочу что-то в жизни такой классная но не буду рассказывать о своей мечты у меня таких много хороших идей вообще но на сегодняшний день я вижу сложности чтобы моя мечта исполнилась знаете что я делаю я верую раз второе я что-то делаю иду по направлению к этой мечте потому что вера без дел мертва вера есть осуществление ожидаемого то есть ты что-то должен делать аллилуйя и я люблю рассказывать студентам особенно одну историю много лет назад 15 лет назад я учился у такого великий божий апостол максим максимов когда я жил в алма-атте и однажды максим нас собрал в горах и это были пастырские такое пастырское общение пастыря служение все съехались мы были в горах там диза спал в алма-атте там шикарные снежные горы мы уехали далеко в горы давайте представим дайте хочу чтобы ваше воображение немножко заработала бог дал нам воображение а ведь представляете горы снег тишина мы сходили в баню камин разожгли сидимся и пастыр собрал нас говорить и здесь пастыря сидят лидеры всех служений и он говорит такие слова он говорит у меня есть хорошее такое слово откровение слушай когда пастыр говорит откровение мы такие он говорит такие слова вы вы никому не нужны да да вы нужны там близким родным там жене мужу так детям все нужны вы должны но не нужно и он говорит но я сейчас вам объясню что я имею ввиду если у вас какие-то дела которые вот и ждешь где-то внутри что кто-то за тебя это сделает я посмотрел свое сердце да я я жду мне несколько у меня таких моментов жизни которые вот мне кажется что кто-то за меня это должен сделать и вдруг я осознаю никто за меня это не сделает кроме меня если я не пойду это делать это так и останется мы нужны но мы не нужны я хочу чтобы ты услышал меня именно духовно скажет здесь что за учение такое ты никому не нужен но это очень духовно ну где-то так она есть ты ниже ты же не знаешь вот у меня сейчас думаю еда есть или нет почему никто из вас не спросил олег а у тебя дома сейчас кушать есть что-то получается я тебе не нужен и я не знаю если у тебя дома и да знаете в какой-то мере вы понимаете что это откровение мне помогло сдвинуть многие многие вещи в своей жизни которые я думал что кто-то за меня их сделает может еще некоторые из совка знаете за нас партия делает зачем делать партия вот дима да ты тоже застал партия заводы и мы привыкли что за нас кто-то делать если ты хочешь что-то в жизнь я уверен что у тебя есть много мечтали это прекрасно то ты иди и сделает потому что вера же есть осуществление ожидаемого не ждать такие ждуны осуществление ожидаемого и уверенность невидим давайте станет ибо все ведомые духом божьим есть дети божьи мы не одни 24 часа на 7 с нами иисус христос осознаваясь что он есть он есть мы можем иметь общение с ним мы не можем просто иметь какой-то тупик нету тупика вообще у христиан если ты в вере у тебя нет тупика чтобы не произошло не думай так нет нет выхода это не думай так если ты верующий выхода есть иисус в тебе а иисус говорит веруйте в меня что я вас а если ты будешь верой ты у него спросишь что делать а когда ты спросишь он тебе ответит потом ты будешь это делать и завтра твоими видения твоя мечта то о чем ты мечтаешь что ты хочешь завтра это исполнится и ты будешь счастливым божьим человеком аминь радостным большим человеком несмотря что происходит на этой земле бог сказал что ты благословенный ты послушайте ты благословенный ты успешный ты благословенный ну что-то не получается что-то не срослось ничего страшного знаешь почему ты благословенный сегодня не получилось может быть это к лучшему не получилось как ты мечтал как ты думал может быть это к лучшему потому что ты благословенный сам бог говорит я благословляю тебя ты приходишь церковь пасыр я мы благословляем тебя ты благословенный это означает успешный чтобы не творилось на этой земле ты благословенный и завтрашний твой день он благословенный мне нравится одна притча где написано вы можете ну как быть уверены что если ты праведен завтра твой день хороший прекрасный если ты будешь праведным в любом складе может быть что-то не получается но если ты праведник на тебе божье благословение на тебе позже рука и завтрашний день тебя будет прекрасно помолимся небесный отец мы просим твоего благословения на нашу жизнь помоги нам быть ведомым духом твоим святым помоги нам господь никогда не обижаться на тебя и прощать наших ближних и забывая забывая все простираться вперед господь благослови нас давайте со мной совершим молитву здесь есть люди которые пришли сюда первый раз это пришел сюда первый раз давайте все закроем глаза и помолимся этой молитвы скажите так повторяйте за мной слова скажите иисус христос я верую в тебя прости все мои грехи войди в мое сердце стань моим господом и стань моим спасителем я посвящаю тебе свою жизнь да будет имя твое благословено отныне и вовек аминь я благословлю вас и мы прославим еще господа и после служения ты можешь выйти сюда вперед здесь будут пастыря которые если тебе нужно ты нуждаешься в особой молитве или просто больше поговорить с кем-то ты можешь выйти сюда здесь будут пастыря стоять и ты можешь выйти помолиться и мы сейчас прославим господа я просто благословлю вас да благословить тебя господи и сохранить тебя да презрит на тебя господь светлым лицом своим и помилуй тебя да обратит господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя иисуса христа все скажем аминь 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 я Ooo да любви да мое життя господь мій я в нему руки и покладу життя перед тобою я в нему руки тоби витам мое життя господь мій я я в нему руки и покладу життя перед тобою я в нему руки тоби витам мое життя господь мій хвалався лише тобі хвалався тому хвалався хверався ушли шоу джун хвалався тар на а тар Царь Небесный, Митцарь на веки. Ты, Митцарь, прославляем Тебе, Наш Иисус, вся хвала Тупи, Наш Господь, наш Господь, Пусть всю хвалу Тупи витаем, Тупи витаем, Тупи витаем. Пусть всю хвалу Тупи витаем, Тупи витаем. Ты снятый, наш царь. В о-о-о-о-о, о-о-о... Просто дня и годы пред, Аж уважиться. Субтитры создавал DimaTorzok